На ежегодных соревнованиях Лыжня России в этом году отдельную дистанцию побегут журналисты. Идея организаторов с помощью рупора СМИ собрать самый массовый лыжный старт за историю этих гонок на Сахалине. Шепство над новоиспеченными участниками взял тренер Петр Иванцев. Кстати, в гонках будет участвовать и он сам. Наставник журналистов неоднократно становился победителем областных соревнований на самых разных дистанциях, вплоть до марафонских. Но участие профессиональных спортсменов в Лыжне России ни для кого не должно становиться препятствием, считает тренер. В них могут участвовать почти все. Все желающие. От детского садика до пенсионеров и ветеранов. Самая маленькая – это километр. За месяц, в принципе, можно научиться для участия в соревнованиях. Да, можно научиться, можно набрать каких-то навыков для участия и можно участвовать. Для многих будущих участников забега журналистов первая тренировка стала и первым знакомством с лыжами. Так что старт подготовки был дан довольно неуклюжий. Главный урок дня – стоя на лыжах, никогда не отклоняться назад. Вы сразу будете падать на попу. Поэтому плечики у нас все время вперед, колености немножко согнуты. Какая бы там ситуация ни происходила. Ну, интересно. Оказывается, очень сложно. Я уже три раза упала. Вот впереди еще один спуск. Вот мы уже занимаемся около 40 минут. Проехали спуск, подъем мы там по полю. И это еще не километр, а мы уже все-таки уставшие. Пока предварительно на участие заявилось всего лишь около 10 журналистов и сотрудников пресс-служб. Некоторые из них уже имеют солидный опыт в лыжных гонках и предпочитают тренироваться самостоятельно. Лыжня России в этом году запланирована на воскресенье 14 февраля. Забег состоится под Троицким. В прошлом году на трассы Лыжни России вышли порядка тысячи спортсменов. В районах области дистанции пробежали около 400 человек. Это была 32-я массовая лыжная гонка в стране. Сахалин присоединился к ней в шестой раз. Целый месяц мы будем тренироваться, учиться. Все для того, чтобы показать. Лыжи – это спорт для каждого.